Для химиков создадут научный центр. Правительство приняло решение о создании инновационного научно-технологического центра Долина Менделеева. Он появится на территории Тушинского комплекса РХТУИМ Д.И. Менделеева. Об этом сообщили РГЭ в Минпромторге. Фото. Айсток. Центр сосредоточится на разработке отечественных технологий и новых продуктов в области малотоннажной химии, агрохимии, тонком органическом синтезе, фармацевтике, радиохимии, нефтехимии, а также на подготовке специалистов по этим направлениям. Долина Менделеева планирует следовать принципам зеленой химии при производстве, что подразумевает исключение материалов, веществ, побочных продуктов и отходов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Минус. Химическая индустрия быстро наращивает объемы экспортных поставок. Создание конкурентноспособных российских технологий и опережающая подготовка кадров для промышленности – приоритетная задача, поставленная перед нами президентом. По ряду позиций современная химическая отрасль России зависит от импортных поставок продукции малотоннажной химии и особо чистых веществ. Справиться с данным вызовом должен Центр Долина Менделеева, ориентированный на решение задач импортозамещения и импорта опережения в области химических технологий, отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, Центр поможет стране занять прочное положение на мировом рынке высокотехнологичной химии, который, по прогнозам экспертов, к 2027 году достигнет объема в двух ТРЛН долларов. В 2021 году планируется запустить объекты первого этапа. Структурная долина будет разделена на три кластера – научно-технологический, занимающийся исследованиями и подготовкой специалистов, производственный и имеющий совокупный объем выработки до 1000 тонн в год, и кластер, поддерживающий инфраструктуру, отвечающий за проектирование, сертифицирование и финансирование стартапов. Ожидается, что на первом этапе в проект будет вложено около 5 миллиардов частных инвестиций, что позволит уже в ближайшие два года начать работу новым 25 малым и средним компаниям, рассказал глава Минпромторга. Сегодня химическая индустрия в мире переживает крупнейшую трансформацию, высокотехнологичная малотоннажная продукция вытесняет традиционную практически во всех отраслях. Минус. Ученые-химики создают разработки для нескольких нацпроектов. По словам президента Российского Союза химиков, председателя Комиссии по химии и нефтехимии Российского Союза промышленников и предпринимателя Виктор Иванов, создание Долины Минделеева станет отправной точкой в развитии малотоннажной химии в России, за которой следует научно-техническое развитие не только химической отрасли, но и всей экономики. Научно-технические возможности инновационного центра Долина Минделеева будут востребованы российской химической промышленностью. Передовые предприятия отрасли сегодня активно начинают внедрять инновации, поэтому решение правительства о создании Долины действительно актуально и своевременно. Значительная и вместе с тем оперативная работа по созданию Долины, проделанная и РХТУИМ. Минделеева, Минпромторгам, Миноборнауки и Минэкономразвития полностью отвечают интересам развития химической промышленности России и позволят решать конкретные задачи по внедрению перспективных видов химической продукции, рассказал владелец Охкуралхим Дмитрий Мазепин. Сибур активно взаимодействует с Минпромторгом в работе по созданию технологических цепочек от сырья до готовой химической продукции. Мы ведем обсуждение с Инсталлином Минделеева механизма возможного сотрудничества с учетом потребностей отрасли и компаний в научно-технических разработках. Реализация этого проекта позволит российской химической отрасли нарастить необходимые компетенции, коммерциализировать многие перспективные разработки, а значит, расширить присутствие на внутреннем и мировом рынках, сказал председатель правления Сибур Холдинг Дмитрий Конов. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГЭКОНОМИКА БИЗНЕС ИННОВАЦИИ ОБЩЕСТВА НАУКО ПРАВИТЕЛЬСТВА МИНПРОМТОРК ФИЛИАЛЫ РГЭСТОЛИЦА ЦФО МОСКВА